Теперь если мы поговорим о милости Всевышнего Аллаха Субханава Та'аля, касательно милости. Аллах Субханава Та'аля говорит, одна из сур в Коране Ар-Рахмане, милостивы. В сурате Фуркан Всевышний Аллах Субханава Та'аля описал нам одна из картинок, что произойдет в судный день. Когда скрутятся небеса, на сегодняшний день ученые даже первое небо не изучили, их семь небес. Первое небо до конца не изучили. Между небесами, как говорится в хадисах, есть ангелы. Маляйка. Так же говорится, Аллах Субханава Та'аля сотворил небеса, табакан ан табак, то есть сделал слой небес. И там есть ангелы, Субханава Та'аля сотворил ангелов, которые живут в небесах. Каждый день в небесной Каабе читают 70 тысяч ангелов намаз. На следующий день новые 70 тысяч приходят, следующий день новые 70 тысяч, и так каждый день меняются. То есть неуверенно количество ангелов. Аллах в Коране говорит, Поистине создание небес и земли это более величие, чем создание человека. То есть творение небес и земли более величие, чем творение человека, Субханава Та'аля. Большое количество ангелов. Аллах Субханава Та'аля говорит, свернутся эти все небеса, закроются облаком, и в принудительном порядке спустятся ангелы на землю. Судный день. Дальше Всевышний говорит, И в этот день власть будет принадлежать, истинно власть будет принадлежать кому? Веррахнан, милостивому. У Аллаху Субханава Та'аля есть другие имена, Джаббар, Мунтакин, наказывающий, великий. Однако Аллах здесь использовал, Субханава Та'аля, один из своих сифатов. Такой страшный день, судный день. Аллах Субханава Та'аля сказал, судить будет милостивый. В этот день, уважаемые братья, нету понимания президент, король, муфтий, имам, шейх, директор и так далее. Есть творец, и есть рабы. Аллах в Коране сказал, Субханава Та'аля, Все, что в небесах и на земле, все являются рабами Всевышнего Аллаха, Субханава Та'аля. Когда Аллах Субханава Та'аля сказал, описал судный день, страшный такой судный день, какой-то будет страх. Аль-фаза, такой страх некий будет. Ангелы все спутчатся, небеса свернутся. Закроются, закроются одним облаком. И здесь, Субханава Та'аля, радует верующий, говорит, аль-мульк. Но судить будет, кто не наказывающий, а кто милостивый. И здесь человек надеется на милость Аллаха, Субханава Та'аля. Однако, что касательно неверующих, для них будет тяжкий день, сложный день для неверующих. Поэтому, когда мы знакомимся с сифатом Аллаха, с атрибутом Аллаха, как милостивый, то здесь мы понимаем, что нету милости, подобной милости Всевышний Аллаху, Субханава Та'аля. Сказано, Адаму, саляту салих, Ататбеу джаназа, это мудминил хамр. Как ты можешь следовать, читать джаназа намаз за того, кто умер от алкоголя. Алкоголик не умер. На что он сказал, Валлахи инни ластахимин Аллах, Ан азунна анна рахмата удаката анни дзамб. Клянусь Аллахом, я стесняюсь Аллаха думать о нем, то, что его милость, она меньше, чем его грех. То есть она не сможет охватить этот грех. Аллах в Коране говорит, Моя милость охватывает все. что касательно моего наказания Всевышний говорит, я кого пожелаю, того накажу а моя милость она покрывает все превыше всего, поэтому здесь как он милостью, таких милостей нет после битвы при Хайбар одна женщина ищет своего ребенка берет одного ребенка, знаете, после битвы один потерял отца, один потерял брата мужа, жену одна женщина ищет ребенка свою не может найти, взяла его мой или не мой, прикладывает к груди оставляя, второго берет, прикладывает к груди и потом нашла своего ребенка и накормила его и тогда пророк Мухаммад сказал как вы думаете, эта женщина может ли своего ребенка выкинуть в ад, в огонь сахабы сказали, нет, посланник Аллаха если она чужих детей брала прикладывала к груди, как же своего ребенка она может выкинуть в огонь тогда пророк Мухаммад сказал сказал, а Аллах еще более милостей к своему рабу, чем эта женщина по отношению к своему ребенку. Мусс. В его время 40 лет не было дождя. А Мусс общался напрямую с Аллахом, субхану ва та'але. Аллах сказал, что Мусс напрямую общался со Всевышним Аллахом, субхану ва та'але. И тогда Всевышний Аллах сказал, среди вас есть один грешник. Из-за него я вам не даю дождь. Тогда Мусс Али Синам собрал свой народ и сказал, о тот, который грешит, из-за тебя Аллах 40 лет нам не дает дождь. Выйди, покажись нам. И этот человек сказал, о Аллах, я тебе 40 лет грешил, но сейчас я прошу прощения. О Аллах, не ставь мне неловкое положение среди народа. Скрой меня. И тут пошел дождь. Тут пошел дождь. Тогда Мусс Али Синам как так, на что сказал Всевышний Аллах. Из-за него я вам не давал дождь, и из-за него же я вам дал дождь. Тогда Мусс Али Синам сказал, о мой Господь, покажи нам его, кто это такой. На что Всевышний Аллах сказал, я Мусс, говорит, о Мусс, этот мой раб. 40 лет я его прикрывал, когда он мне грешил. Не вот что, сейчас я его покажу, когда он попросил прощения. Какой милости в Аллах, Субхану Ва Та'алию. Великий милости в Аллах, Субхану Ва Та'алию.